Перед тем, как развернуть блочные объекты, специалисты отсыпают участок. Из ближайших карьеров уже вывезено 30 тысяч тонн грунта. Сейчас идет строительство одного модульного городка. Он займет площадь 2000 квадратных метров. Также в плане у военных железнодорожников возвести палаточный лагерь. Напомним, первый эшелон военных железнодорожников на строительство второй ветки БАМа отправился из Свободного в Зейский район 15 апреля. В состав бригады вошли 20 единиц техники и 50 человек. Еще столько же дислоцировали в мае. Третью группировку запланировано перевести в 20-х числах июля. Всего в работах будет задействовано 200 человек и 400 единиц техники. Специалистам предстоит выполнить земляные работы от станции УЛАГ до станции Верхний Зейск в объеме 600 тысяч кубических метров и произвести укладку верхнего строения пути длиной 8 километров. После военнослужащие перейдут на следующий участок от Верхний Зейска до станции Ульяновский строитель. Сегодня временные полевые лагеря для проживания военных железнодорожников оснащены всем необходимым. Бытовые условия для личного состава организованы на 100 процентов. Развернуты банно-прачечные комплексы, пункты питания, хлебозаводы. Полевая прачечная предназначена для стирки, отжима, сушки, вложения, мелкого ремонта постельного белья, а также обмундирования военнослужащих. Внутри бани оборудована раздевалка для размещения и раздевания военнослужащих. Одновременно здесь может находиться до 8 военнослужащих. Питание военнослужащих организовано в полевых условиях. Приготовление пищи производится на технических средствах приготовления пищи. Так как военнослужащие работают в условиях Крайнего Севера, военнослужащие получают дополнительный паёк в виде выпечки и мясных продуктов. Все, что необходимо сделать для жизни и быта личного состава, на сегодняшний день все сделано. После 11 мая приступаем к выдвижению основных сил и организации производства работ по реконструкции Байкала-Амурской магистрали. Старт строительству второй ветки БАМа еще в 2014 году дал президент России. Владимир Путин отметил, что Байкала-Амурская магистраль крайне востребована и дорога уже не справляется с грузопотоком. Протяженность действующей магистрали 4300 километров. Ее загруженность оценивается на 100 процентов. Только через станцию Тында в сутки проходит 2000 вагонов. Второй железнодорожный путь будет 340 километров длиной, а пропускная способность к 2024 году должна вырасти с нынешних 120 до 180 миллионов тонн груза в год. Это увеличит и ускорит перевозки из Центральной России и Сибири на Дальний Восток и обратно.